Доклад по упавшему Боингу Это произошло над городом Торрес, само провозглашенной Донецкой Республики Все произошло около пяти часов вечера по московскому времени Над городом пролетал Ан-26, внезапно в него врезалась ракета, раздался взрыв, самолет начал падать В небе можно было наблюдать черный дым, Ан-26 упал в стороне от жилых кварталов в районе шахты Добавлю, что Торрес находится около города Снежное и Курган на самом могиле Эти территории контролируют ополченцы Мне не интересует, что голландцы там какие-то сказки пишут Никакой логики не подчиняются их выводы абсолютно Есть факты реальные, которые профессионалы предоставляют Любой нормальный человек поймет, что где правда, где неправда Однако, здравствуйте! Известно, что на саммите в Бризмине австралийский премьер Эббот грозился задать нашему президенту в жесткой форме вопрос о малазийском Боинге Попробуем облегчить ему задачу Еще в августе Российский союз инженеров опубликовал свой доклад о возможных причинах катастрофы, получившей затем достаточно широкое распространение в СМИ и интернете Экспертами был проведен детальный анализ всей доступной информации из всех источников, произведены технические расчеты и проработанные версии причин гибели Боинга Вывод экспертов – единственная технически возможная версия поражения малазийского лайнера с помощью ракетно-пушечного вооружения другого самолета Короче, не было, скорее всего, никакого бука Мы стали получать большой объем корреспонденции, среди которых был разный материал, инженерные расчеты И в конечном итоге, 12 числа, мы получили вот это Боинг был сбит преследовавшим его реактивным истребителем Сначала экипаж обстреляли из пушки, затем кабина была поражена ракетой «Воздух-воздух», затем правый двигатель и правое крыло были поражены ракетой с тепловой системой самонаведения Снимок, на котором отчетливо виден пуск ракеты из-под левого крыла истребителя точно в кабину пилотов, прилагался к электронному письму По местности, погодным условиям, размерности самолетов снимок полностью соответствует обстоятельствам катастрофы Мы провели детальный анализ этого снимка и никаких признаков подделки не выявили Господа, у вас есть эти снимки или другие? Предъявите их, наконец, руки на стол! Просто читал, что у нас был эксперимент проведен, который опровергает выводы вот этих самых голландских экспертов Вот это я знаю А у вас есть свое собственное мнение? Как вы думаете, кто мог сбить этот самолет? Ну, нам это не нужно, как вы понимаете А кому нужно? Кому выгодно? Я очень не люблю американцев, поэтому это выгодно им и их халуем украинцами, если честно Это была подставка украинского правительства, избили они Ну, зачем нам России хлопать по этому бою? Ну, не в интересах России, скажем так, не в интересах России было сбивать этот самолет Для того, чтобы обострять вот эти вот все международные отношения А у Украины это было выгодно, чтобы на эти талии? Я считаю это так Да, Украине выгодно Конечно Выгодно тому, кому выгодно, Украине Насколько мне известно про это, пуск такой ракеты, как Бук, виден с расстояния до 60 километров Следа никто не видел Но зато видели украинский военный самолет в нем Вот, поэтому я считаю, что должны быть четкие доказательства И потом можно будет об этом только судить У вас есть какое-то свое мнение относительно того, кто это мог сделать? Я не полномочен, но говорить сомнение Согласен с докладами комиссии? Вы знаете, очень много спорных моментов, безусловно И где-то странные некоторые вещи, которые проводились там И уж очень, как бы, будем говорить так, совсем все однозначно то, что с нашей стороны производилось Как вы полагаете, кто это сделал? Кто сбил этот самолет? Как однозначно это сделали украинцы? Ну, говорят, Украина сама А вы как сами считаете, поддерживать это мнение? Ну, конечно Нас все не могли Русские Это потому, что они заинтересованы Я думаю, что это следствие какой-то ошибки Не знаю, это не моя компетенция Слушайте, давайте лучше не к нам эти вопросы, правда Америка Америка, думаете? А как вообще к Америке относитесь? Скорее отрицательно А почему? Есть какие-то у вас? Ну, потому что это единственный мировой порядок Это попытки установить мировой газ Бук сбит в результате заговора Министр обороны Украины Галитей Глава службы безопасности Украины Наливайченко И губернатора Неподородской области Коломойского Значит, какую главную задачу тогда была Киев Должен, нужно бы решить Значит, добиться, чтобы им начали передавать Массированные, летальные вооружения А чтобы Запад быстро ввел новые санкции И там ужасные санкции против России Которая, конечно, помогала тогда Антифашистским ополченцам Восставшим против вот этой террористической киевской хунты У ополченца был разведчик, агент их На аэродроме С которого взлетали самолеты Которые возили вот всякое такое там оборудование В окруженный луганский аэропорт И ополченцы в то время, так сказать Они пытались, так сказать, подавить вот это вот Авиасообщение украинской армии И должен был вылетать самолет транспортный И агент передал о том, что вылетает транспортный самолет Перед этим ополченца захватили БУК, но без радиолокационного оборудования То есть точно им стрелять нельзя было Но вообще стрелять можно было Если там увидели, что он там летит, да Значит, то, в принципе, можно было... На высоте 10 километров очень хорошо видно, что там летит Не-не, ну, труднее, конечно, попасть У них даже не просто Там, словно говоря, три машины Одна с ракетой, две с оборудованием Да, я знаю, как вылетает Одна ракета им досталась Две ракеты они не смогли взять И вот разведчик, кстати, после этого СБУ его арестовало Значит, под пытками, так сказать Он сказал, значит, что им было сообщено Но в этот момент они уже решили, что надо как-то этих поставить И поэтому самолет транспортный украинский не полетел Да, но информацию о том, что он полетит Они не сказали Наоборот, этот захваченный разведчик подтвердил информацию О том, что самолет полетит Более того, он полетит с какими-то важными украинскими генералами И, значит, после этого, значит, вот завертелась эта машина После этого диспетчер получил команду Значит, чтобы в малайзийский сбойник, которым там прилетал Он снизил эшелон полета Ну, потому что трудно было вот этой самой неполноценной ракетой Туда, значит, попасть Для того, чтобы ситуация, так сказать, ну, она так развивалась интенсивно Значит, в Снежном стояла вот эта ракета, так сказать, ополченцев Они, так сказать, решили постраховаться, чтобы, не дай бог И перевезли свою ракету, на всякий случай, в Зарощинское поселок Значит, вот полетел этот уже малайзийский сбойник Который диспетчер Непропетровска направил И, обращу внимание, этот диспетчер исчез Нидерал его не запрашивает Их вообще не интересует Так же, как и человек, который на Су-25 летал Да, и давал показания Они куда-то все постоянно исчезают Я думаю, что Су-20... Да, 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 действительно, как бы Они вот исчезли Исчезли, почему-то Да, вот у нас вопрос Куда дели украинские власти этого диспетчера Который направил малайзийский Боинг поближе к ракетам Значит, они взяли его прицел Ополченцы, стрельнули И, по всей видимости, промазали Поскольку достаточно сложно, так сказать, это было сделать Но там уже стоял бук украинских вооруженных сил Зарочинска специально выдвинулся И он подстраховал его Да, и расстрелял То есть было два пуска Да Один на глазок Ополченцы стрельнули Да А из второго, значит, уже прицельно стреляли украинцы Совершенно верно Понятно, что нашей вины абсолютно здесь нет Никакой Никакой Субтитры сделал DimaTorzok